Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Это интересная тема, и я верю, что у Бога есть что-то хорошее для вас. Уделите несколько минут, откройте сердце и обратите свои мысли к Господу. Давайте послушаем, что Дух Божий хочет сказать нам сегодня. Наша тема — власть. Начнем с Евангелия от Иоанна 16 главы. В середине Евангелия от Иоанна в 14 главе начинается длинный разговор Иисуса с учениками о Его уходе. Он собирается вернуться на небеса и пытается подготовить их, научить их, как жить, когда Его уже не будет с ними. Им тяжело это слушать, потому что они представляли себе другой сценарий. Когда Иисус призвалось быть Его учениками, Он сказал им, следуйте за Мной, Я сделаю вас ловцами человеков. Они оставили все, изменили приоритеты своей жизни, отказались от своих планов, все в их жизни изменилось, и теперь было связано с Иисусом. Они представляли, что всю оставшуюся жизнь будут учениками этого раввина, с которым они связали свое будущее. Прошло чуть меньше трех лет, и Иисус говорит им, «Я ухожу, и куда я иду, вы не можете прийти». У них сильный стресс. Он пытается подготовить их и помочь им понять, что происходит. Мы прочитаем это повествование. В Евангелии от Иоанна в 16 главе написано, «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». О чем это он говорит? «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять». Он сказал им о кресте. Он сказал, «Я умру и буду погребен, и мои враги будут радоваться, а вы будете печалиться». Но потом снова увидите меня, и тогда никто не отнимет вашу радость. Когда вы увидите меня воскресшего, у вас будет радость, которую никто не сможет украсть у вас. А далее написано вот что. «И в тот день, а в какой день? После моего воскресения вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иисус говорит, «До этого момента, когда вам что-то было нужно, вы просто просили меня». Они были в лодке, шторм разбудили Иисуса и сказали, «Господи, разве тебе нет дела, что мы тонем?» Была большая толпа, конец дня. Они подошли к Иисусу и сказали, «Отпусти людей». Они устали, и мы тоже. И он сказал, «Вы дайте им есть, а они ответили, «Господи, это будет слишком дорого». В другой раз они привели к нему мальчика и сказали, «Господь, мы молились за него, у него есть симптомы болезни, ему нужна помощь, но мы не можем помочь ему, ты помоги». Мария однажды подошла и сказала, у них закончилась вина. «Сделай что-нибудь». Сестры Лазаря послали человека сказать, «Твой друг болен». До этого момента, когда им что-то было нужно, они шли к Иисусу. Но он сказал, «В будущем вы не сможете этого делать, но зато сможете использовать мое имя». Вы будете просить Отца во имя мое, и Он даст вам все, о чем вы попросите. «Вообще-то для вас лучше, чтобы я пошел». Давайте откроем Евангелие от Иоанна 14 главу. Он говорит, «Верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Иисус снова дает новое направление их воображению и говорит, «Теперь вы будете каналом ко Мне». Люди будут приходить и говорить, «Мы хотим видеть Иисуса». Большие толпы будут собираться, там будет охрана, поддерживающая порядок. Иисус говорит, «Приходит время, когда вы будете делать то, что Я делаю. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иисус дал Своим ученикам, в том числе нам с вами, разрешение использовать Его имя с той же властью, с какой Он бы сам делал это. Хм, потрясающе. Очень немногие люди делятся властью. Но Сын Божий сказал нам с вами, «Пользуйтесь Моим именем». Я хочу, чтобы вы делали то, что делаю Я. В этих словах такая глубина и такое значение. Если вы сколько-нибудь знакомы с Евангелием, то они кажутся чуть ли не абсурдными. В нашей голове сразу начинают крутиться мысли, «Значит, я могу поелевать ветру и волнам». «Значит, я могу взять порцию еды, накормить толпу народу и сэкономить деньги». В уме сразу же начинают всплывать примеры. Если у нас есть только это, то картина не полная. Нам нужно еще немного информации. В Деяниях 1 главе, в 4 стихе, Иисус встречается со Своими учениками. Первая глава Деяний — это время после воскресения Иисуса, хронологии Его жизни. Это важно для нас, потому что после воскресения ученики совсем по-другому думали об Иисусе. До Креста, до всех этих событий, они думали, что Он был чудотворцем, целителем, великим учителем, замечательным раввином. Они даже умудрились сказать, что Он Христос, Мессия. Но все равно оставались смутные сомнения и вопросы в глубине их души. На Иисуса оказывалось большое давление. Религиозные люди не принимали Его. Часто Ему пытались закрыть рот. Ученикам трудно было во всем этом разобраться. Они пытались понять то, что видели и слышали. С одной стороны, они верили, но с другой, находились на периферии. Когда они смотрели, как Иисус умирал на римском кресте, и как Его похоронили в чужой гробнице, и когда Он пришел к ним, как воскресший Господь, я уверен, что все изменилось. Он сказал, посмотрите на раны, на руках моих и на ребра мои, и не будьте неверующими, но верующими. Как вы думаете, они стали другими людьми в этот момент? Вам не кажется, что Мария теперь по-другому смотрела на Иисуса? У них больше не было вопросов, всякое сомнение улетучилось. Он — Мессия. Итак, в Деяниях в первой главе они обедали с тем, которого от всего сердца считали Мессией. Однажды во время совместной трапезы Иисус дал им такую заповедь. Обведите это слово, они получают заповедь от воскресшего Господа. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Там были Петр, Иаков, Иоанн, Мария и другие ученики, которые знали Иисуса дольше всех и были ближе всех к Нему. Он учил их, давал им индивидуальные уроки и обучал в группе. Они все время были с Ним. И теперь Иисус сидит с ними и дает им заповедь. «Даже не начинайте свой путь, пока не будете крещены Духом Святым». Сегодня у меня нет цели раскрыть тему крещения Святым Духом. Я верю в Нему. Я верю, что оно актуально для современной церкви. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что отношение с Иисусом, уверенность, абсолютная вера в то, что Он Мессия, полная убежденность, что Он может творить чудеса, что даже смерть не удержала Его, всего этого недостаточно. Иисус дает им заповедь о том, что им нужна помощь Духа Святого. Я хочу высказать одну очень важную мысль. У нас есть власть использовать имя Иисуса, но мы хотим делать это под руководством, с помощью и под водительством Духа Святого. Иначе мы будем пользоваться властью имени Иисуса, исходя из своей плотской натуры или своей эгоистичной интуиции. Нам нужна помощь Духа Святого. Иисус — глава церкви. Он — глава церкви. Но Дух Святой — Господь внутри церкви. Он среди нас, внутри нас, и нам нужно научиться узнавать Его голос, Его указания, Его водительство, Его руководство. Если вам кажется, что все это так таинственно, то мы не готовы к тому, чтобы использовать ту невероятную власть, которую Иисус доверил нам. Ведь Он дал нам ее не для того, чтобы использовать ее для достижения наших эгоистичных целей. Например, чтобы изгонять колории из Биг Мака, Он дал нам власть, чтобы мы делали то, что Он делал, чтобы достигать Божьих целей. Поэтому мы зависим от Духа Святого. Знаете, Дух Святой — это не привидение Каспер. Он — Личность. Мы хотим научиться узнавать Его голос? Мы слишком боязливы, напуганы. По разным причинам мы хотим стоять в стороне. Но наш Господь сказал, что с водительством Духа Святого и властью имени Иисуса мы будем делать то, что делал Он. Если бы Он хотел, чтобы мы применяли свою веру для собраний и выходной день, для красивого пения и небольшого изучения Библии, то, думаю, Он бы так и сказал. Мы находимся на земле, чтобы показывать силу и власть всемогущего Бога. нашего Создателя и Отца, и нам дана власть имени Иисуса, чтобы делать это самим Господом и Духом всемогущего Бога, который в нас, чтобы направлять нас. И это удивительно. Жизнь в свете Креста — это нечто большее, чем хождение в церковь и изменение лексикона. Я хочу проследить с вами путь учеников. Я написал в конспекте вторая глава, и мы начнем со второй главы «Книги деяний». Но я не имел в виду вторую главу «Деяний». Это вторая глава в путешествии учеников с Иисусом. В первой главе Иисус телесно пребывал с ним. Когда у них была проблема, они шли к Иисусу. Когда был вопрос, шли к Иисусу. Когда им угрожала опасность, они шли к Иисусу. «Господи, они говорят, что нам надо платить налоги». Он ответил «Идите, поймайте рыбу и посмотрите, что у нее во рту». Они привыкли обращаться к Иисусу. Но теперь Иисус ушел, и начался совершенно новый период их жизни. Иисус отсутствует, и теперь они будут совершать то, чему Он их учил. Итак, Деяние. Вторая глава. «Дух Святой уже излился». Написано, «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе». И здесь часто переворачивают страницу, и много чудес и знамени совершалось через апостолов. Тут сказано, что в отсутствии Иисуса сверхъестественное проявление Божьей силы продолжалось неизредка, сказано много, то есть часто. Но у нас есть не только общая фраза. В третьей главе Деяний Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы и встретили инвалида, который не мог ходить. У него серьезный недостаток, и он просит милостынь. Петр и Иоанн подходят к нему и говорят, «Серебра и золота нет у нас, а что имеем, то даем тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Стань и ходи». И, взяв его за правую руку, подняли, и вдруг укрепились его ступни и колени. Это не просто поэтическая фигура речи. Петр и Иоанн совершают точно то, что Иисус сказал им в беседе, которую мы читаем в Евангелии от Иоанна. Он сказал, «Приходит день, когда меня не будет с вами, но вы сможете использовать мое имя». Итак, они видят этого человека и говорят, «Во имя Иисуса встань и ходи». И он исцеляется. Он выздоравливает. Это будоражит весь город. Дух Святой делает в один час то, что не происходило в течение жизни Иисуса. Весь город Иерусалим пришел в волнение. Произошло что-то новое. Этот человек видел много людей, которые шли в храм. Теперь он скачет и хвалит Бога. Он больше не страдает от немощи. Он здоров. Думаю, что стоит отметить, Петр и Иоанн ничего не сделали, чтобы привлечь внимание к себе. Это произошло во имя Иисуса по побуждению Духа Святого. Они проходили мимо этого человека десятки раз. Он был не единственным больным в Иерусалиме. Петр и Иоанн не пошли в первую больницу в Иерусалиме, в реанимацию, и не сказали, «Так, все на выход». Иногда мы читаем такие стихи и отрывки, и нам кажется, что мы принимаем решение. Но мы находимся под водительством и руководством Духа Святого. Да, нам дана власть. Написано «Ради веры во имя Его». Имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Заметьте, Петр абсолютно ничего не говорит о себе и Иоанне. Я пастор Аллен, и я благодарю вас за ваше время. Хочу предложить вам в течение этого года пройти этот путь вместе, чтобы к концу года мы познали Бога лучше. У меня есть для этого пара полезных инструментов. Во-первых, давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Начнем с Евангелия от Матфея. Вы сможете найти план чтения Библии за год на нашем сайте. И также давайте вместе читать ежедневное чтение, которое включает в себя стих из Писания и короткую мысль для размышления и молитвы на каждый день. Это поможет нам ежедневно приглашать Бога, чтобы Он изменил нашу жизнь. И тогда мы подойдем к концу этого 2018 года со всем другим сердцем. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению и чтобы поддержать вас по знании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена через крест молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков через крест пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Итак, апостолы, они не сказали. Знаете, мы были с Иисусом три года и видели много-много чудес. Мы узнали секретный код. Он не привлекает никакого внимания к себе. Дело не в нем. Он сказал так. Если хотите знать, что произошло с этим человеком, это произошло во имя Иисуса. У меня нет силы, но у меня есть власть в имени моего друга. Мы пойдем дальше и откроем следующую главу. Это событие настолько привлекло к себе внимание людей, что члены Синедриона, Верховного Совета Иерусалима, велели привести к ним Петра и Иоанна. Помните, что те же люди организовали арест Иисуса? Римляне распяли Иисуса, но еврейский совет собрал обвинения на него и привел Иисуса к римлянам, сказав, «Мы были бы рады, если бы вы его распяли». И вот Петр и Иоанн стоят перед людьми, которые отвергли Иисуса как Мессию и организовали его казнь. И теперь у них требуют отчета. В Деяниях, в 4 главе, в 10 стихе, Петр говорит, «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа на заре, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здоровым». Петр выразился ясно. Он сказал, «Этот человек выздоровел, потому что произошло исцеление во имя Иисуса». Петр довольно хорошо усвоил урок, правда? Если бы он сказал только «Ну, этот человек исцелен во имя Иисуса» и замолчал бы, они бы кивком оценили его дипломатичность. Но я думаю, что в сердце Петра что-то происходило в этот период. Мы с вами помним, что в ту ночь, когда Иисус был предан, Петр вел себя по-другому. Когда Иисусу нужны были адвокаты и сторонники, Петр потерял голос. Он вообще сказал, что не знает его. Потом он обсудил это с Господом. И вот через некоторое время он оказывается в очень похожей ситуации. Он стоит перед теми же людьми, перед которыми раньше был так напуган. Он говорит, «Я хочу сказать вам правду. Этот человек исцелен во имя Иисуса из Назарета, Мессии». Но Петр продолжал. В этот раз он не отступает и не уступает. Он сказал, «Именем Иисуса Христа Назария, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых». Он не только вонзает нож, но и поворачивает его. Они отпустили Петра и Иоанна. Те вернулись к церкви, которая собралась и молилась. Это, кстати, Деяние 4 глава. Там сказано, «Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Читая книгу Деяний и Новый Завет, сложно не заметить, что там описан процесс, которому мы должны следовать. «Дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое». Мы говорим Слово Божие, ожидая результата, тогда как ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Когда мы увидим результат, кому будет слава, хвала и честь? Конечно же, Иисусу. Люди чувствуют свободу. Наша цель — это быть не обществом по изучению Библии. Наша цель — видеть, как другие получают свободу через крест. Через крест. Петра и Иоанна снова арестовали. Они снова стоят перед Синедрионом. Теперь ситуация немного накалилась. Призвав апостолов, били их. Их били? И запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять без чести. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Лука рассказывает нам историю в книге Деяна. Она началась с заповеди Иисуса о Духе Святом. Дух Святой изливается. То же самое, что происходило в служении Иисуса, начинает происходить в служении учеников и апостолов в появившейся церковь. И вот на них давят так же, как на Иисуса. Они приказали апостолам больше. Не упоминайте его имени. Мы не хотим его слушать. Смотрите, какое ожесточение. Нас не волнует, что кому-то помогли. Нам все равно, что чья-то жизнь изменилась. У нас есть власть, и власть, которую вы применяете, ставит под угрозу нашу власть. Так что не смеете больше говорить об этом. Лиск, хоть читать это и говорить о политической мелочности первого века, очевиден религиозный антагонизм. Но я вижу, что два тысячелетия спустя мы находимся в очень похожей ситуации. Самая большая сила добра в нашей культуре — это христианство. Это не означает, что христиане всегда правы. и что мы всегда во всем разбираемся. Нет другой силы, другой параллели в изменении человеческой жизни, которая может сравниться с благодатью Иисуса. Наша культура отражает это особенным образом в течение всей истории. Однако, что говорят в наши дни? Мы не хотим, чтобы вы упоминали имя Иисуса. в наших школах, в нашем суде. Мы не хотим слышать имя Иисуса в офисах. Мы не хотим слышать это имя. Мы не верим, что он Мессия. Нам безразличны ваши истории об освобождении, свободе и положительных результатах в жизни других людей, потому что мы отвергли его. Не произносите это имя. Мы уже ведь где-то это слышали, правда? И так мы стоим перед выбором, что делать, какими людьми мы будем. Мы будем собираться в церкви и расходиться, говорить, что мы верим, но мы никому не хотим об этом рассказывать. Прочитайте еще раз последнее предложение. «Всякий день в храме, то есть публично и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Нам, наверное, нужно делать так же. Нам нужно не просто изучать Библию. Нам дана власть нести свободу миру, в котором мы живем». Иисус много раз говорил об этом. Он сказал, «Вы свет во тьме, вы соль земли. Это наше задание. Знать самого Иисуса». Знать оба Иисуса недостаточно. Книга деяний продолжается, и мы перешагнем через несколько лет. В 19 главе написано, «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса», говоря так, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника. Они делали это, и однажды злой дух им ответил. Знаете, они были удивлены. «Иисуса знаю. Павел мне известен, а вы-то кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые, выбежали из того дома. Тяжело же им далась малая группа. Обратите внимание на цифры. Семь братьев разговаривали с одним человеком. И этот один одолел семерых, и они бегут голые и избитые после этой встречи. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что написано. «Дух, который был в этом человеке, сказал братьям, Иисуса знаю. Павел мне тоже известен, а вы кто вообще-то?» Видите, они услышали фразу и стали копировать то, что услышали, но они не жили в свете Креста. Они не приняли решение относительно Иисуса. Они не обладали властью, но они могли ее иметь. Смотрите, есть разница между знанием об Иисусе и признанием Иисуса Господом своей жизни. Это уже совершенно другие взаимоотношения. Если вы знаете только о Нем, у вас нет права на Его власть. Вы не принадлежите к Его Царству. Вы должны принять решение, что Иисус ваш Господь. Вы можете просидеть в церкви всю жизнь и никогда не признать Иисуса Господом своей жизни. Вы можете ходить на библейские семинары, семинары для учителей, заниматься с детьми, участвовать в разных религиозных мероприятиях, но так никогда и не позволите Иисусу быть Господом в вашей жизни. Все меняется, когда вы начинаете жить в свете креста. На кресте происходит божественный обмен. Даже нечистые духи знают, в чем разница. Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше из них сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Иисус дает новые направления нашему воображению и говорит, теперь вы будете каналом ко Мне. Люди будут приходить и говорить, мы хотим видеть Иисуса. В заключение хочу призвать вас дать Иисусу первое место в вашей жизни. Жить в свете креста означает, что мы позволяем Иисусу быть Господом. Повторите за мной эту простую короткую молитву, она касается всех нас. Всемогущий Бог, я грешник и мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус твой Сын, что Он умер на кресте за мой грех и ты воскресил Его, чтобы оправдать меня. Иисус, будь Господом моей жизни, прости мои грехи, и я прощаю тех, кто согрешил против меня. Я хочу жить для Твоей славы. Аминь. В этой простой краткой молитве вы дали Иисусу первое место в своей жизни. Решение это начало, потом нужно будет жить в соответствии с Ним. Каждый день, во всех обстоятельствах мы будем жить, почитая Иисуса. Это изменит траекторию нашей жизни. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok